Друзья, мы приветствуем вас! С вами программа «Арт-география». Я ее ведущая Полина Рифа и наш сегодняшний гость Олеся Асхатова. Привет, Олесь! Добрый день! Олеся Асхатова – руководитель мультипликационной студии «Анимашка» в киноцентре «Премьер». Здесь учат делать мультики всех желающих. Совместное творчество укрепляет отношения внутри семьи. Во всяком случае, с Олесей и ее близкими именно так и происходит. У нашей героини двое детей, а еще Асхатова придумала фестиваль анимационного кино, который проходит в Перми раз в год и объединяет мультипликаторов всего края – любителей и профессионалов. Последние несколько лет Олеся и ее команда, ученики и коллеги работают над большим проектом – «Сказки деда Апони». Его идея, как и у знаменитого мультипликационного сериала «Гора самоцветов» – оживить сказки народов России. Только в случае с анимашкой – это наши пермские сказки. Олеся, у тебя на редкость замечательные дети, сама их видела, поэтому могу об этом смело говорить. Умные, креативные, раскрепощенные. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-нибудь особенные педагогические секреты? Потому что для меня, по большому счету, мультики – это способ для того, чтобы воспитать таких полноценных людей, которые вообще способны быть счастливыми. Потому что наша отечественная ментальность, она, к сожалению, все больше про тоску. Когда сыну было три года, наверное, они втайне от меня с мужем мне на день рождения сняли ролик. На телефон, криво, косо, там из пластилина вырастает цветочек. Но это было прямо вот очень приятно. У меня даже слезы навернулись на глаза. Дочка, она, как она начинала с мультстанком взаимодействовать, она там спала однажды. Просто я ее на работу взяла. Мультстанок без стекол был. Можно было как в кроватку положить. Вот, она там отдыхала. Мы с ней вместе рисуем. Я могу дать ей телефон с приложением. Она сама уже снимает мультфильмы. Муж мне тоже помогает. Он делает каркасы для кукол. Ему это очень нравится, потому что ему нравится работа руками. И вот как-то... Но он никакого отношения к мультипликации не имеет. Я имею в виду профессионально. Нет. Он у тебя айтишник, по-моему, да? Да, он работает программистом. И вот эти куклы, паяльник, это для него отдушина тоже. А ты сразу обратила его в эту свою религию мультипликационную? Я уже больше 15 лет занимаюсь анимацией, а с ним еще больше мы вместе. Но в какой-то момент он начал мне помогать. Мне нужно было сделать мультстанок. А кто его будет делать? Никто не знает, как его делать. Он любит руками что-нибудь делать из детства. И поэтому ему это прикольно. Схема у нас была. Мне нужны были рабочие руки. Кто это сделает? То есть твой муж, твой единомышленник. Да. Он никогда тебе не говорит, да ну, брось эту чушь, займись чем-нибудь полезным. Нет, он меня очень мощно поддерживает. Сейчас мультипликация, вот именно та сфера, которой я занимаюсь, детская анимация, да, она не может приносить такой доход, чтобы на этом можно было, например, жить. Твои родители, они как посмотрели на твой профессиональный выбор? Я из Куэгинского района, из маленькой деревни. И когда я приехала в Пермь, поступила на художника-оформителя, к нам пришел мужчина рассказать, что он может научить нас снимать мультфильмы. Но это были платные курсы тогда. И стоило, по-моему, 10 тысяч. Это был 2004 примерно год. И столько стоила корова в деревне, если бы ее продали. У нас тогда было две коровы, и родители продали одну, чтобы я могла пойти учиться. Героические люди. Да, за своей мечтой пошла. Потому что потом я оглядывалась, я увидела очень много знаков, которые меня все-таки привели в анимацию. Потому что когда купили первый телевизор в нашей семье, вот такой вот большой, черно-белый, почему он такой толстый? Ну, я совершенно точно знала, что там внутри есть рулон картинок, которые раскручиваются, как бы мелькают, и получается вот это изображение. Это я еще в школу не ходила, или, может быть, только в начальных классах была. То есть ты сама придумала эту технологию, да? Меня только удивляло, ладно, фильмы, мультики, их заранее можно было туда поместить. А новости? Откуда они знают, что произойдет через неделю или через год после того, как мы купили этот телевизор? Некоторые новости так и делаются. Может быть. А потом, уже когда была подростком, увидела по этому же самому телевизору передачу о Болте Диснея, как они создают свои мультики. И я поняла, что это самая крутая профессия вообще в мире, какая может быть. Но так как Болт Диснея далеко, я думала, что в лучшем случае нужно будет поехать учиться в Москву. И для меня это было так далеко и так страшно, что я просто про это забыла. Да, и потом там одной коровой точно не нашлись, потому что нужно целое стадо, наверное. Да, для нас тогда была поездка в Москву. Это прямо, не знаю, событие всей жизни. Родители говорили, что будет тебе 15 лет, поедем в Москву салют смотреть. Это не сбылось. Хотя салют в Петербурге я видела потом. Но это, конечно, классно. Но и здесь в Перми тоже крутые салюты. В свое время я не могла уехать куда-нибудь учиться далеко, на аниматор в Екатеринбург или в Москву. Я и мой муж. Мы никуда не поехали. И мне пришлось вокруг себя это все выращивать. Создавать самой. Создавать, да. Благодаря таким не уехавшим, можно сказать, у которых в свое время не было возможности, на этом месте вообще что-то растет. Давай поясним, что сказки деда Апони, они представляют из себя серию мультфильмов, насколько я понимаю, которые посвящены разным народам, которые населяют Пермский край, да? Да. Первая сказка у нас по коме пермятской небылице, как парень огонь добывал. Вторая серия у нас будет пряничная история. Мы уже тоже начали над ней работать. То есть это будут настоящие пряники, которые будут оживать прямо в кадре. Это будет вкусная история. Третья история будет русская, так же, как и вторая, по сказке «Ореховая веточка» Евдокии Тресценой. Она будет из травы снята, из засушенных цветов. Ну, может быть, и не из засушенных, у нас лето впереди. Потом будет серия про бордымскую тюбетейку. Она будет сшитая, лоскутная такая. И пока пятая, силуэтная анимация будет по удмуртской страшилке, которой меня мама пугала в детстве. Скажи, пожалуйста, а сколько стоит один вот фильм? Вот первая серия у нас получилась очень сложная. Там, мне кажется, уже больше двух миллионов туда точно вбухало. Потом, ну, как бы в общей сложности. Откуда дровишки? Откуда дровишки? Наш бесплатный труд. Если его посчитать, да, сколько мы месяцев работали. Была же история, что вам не хватало денег, да, и вы в прошлом году попросили о помощи, собирали средства при помощи краудфандинга. Вот. Скажи, пожалуйста, насколько это удачный был опыт и насколько люди откликались? К попытке краудфандинга я подходила дважды. Первый раз это, ну, первый блин к комам, может быть. А может быть, я просто боялась. Я понимала, что можно собрать какую-то часть денег таким способом, но я боялась. Когда я нажала эту кнопку «Опубликовать», у меня было ощущение, что я вышла голая на улицу с протянутой рукой. То есть это было вообще очень неприятно, страшно, да, и ужасно. Подожди, ну ты все равно... Я так тихонечко рассказывала, вы знаете, вот мы тут денежки собираем, может быть, поможете, да. Да, и то есть у меня было неправильное отношение к этому. Поэтому у меня компания... Провалилась? Да, была неуспешной. Но я не опустила руки, как всегда. Я просто пошла, поучилась на курсах от планеты. Да, есть курсы. Они тогда были бесплатные, как раз началась самоизоляция. Тебе было чем заняться? Да. Мне очень приятно, что большое количество людей и знакомых, и незнакомых, не только из Перми, но и со всей страны, скинулись кто сколько мог. Вот сейчас все эти люди ждут, когда у нас мультик выйдет. Поэтому у меня сейчас тоже большая ответственность, чтобы завершить этот проект, первую серию. Наверняка в твоей жизни встречались не только позитивные люди, которые готовы были тебе протянуть руку помощи, а еще и те, которых обычно называют хейтерами, которые тебе говорили, ну что за фигней ты занимаешься? Скажи, было ли такое? И как ты избавлялась от этого чувства неуверенности? Мне сразу становится страшно, потому что я всегда к людям открыта, да, и я даже не думаю, что это может быть какой-то подлый человек оказаться. Последний случай, когда мне стало страшно, это было недавно, я искала прорисовщиков, на объявлении на фейсбуке откликнулся молодой человек, который сказал, что он согласен взять все 85 секунд прорисовать, но я должна заплатить ему аванс какой-то, чтобы он, ну как бы, убедился, да, в моей... В твоих серьезных намерениях. Да. И вдруг в следующем сообщении от другого человека мне пишут, что это мошенник. Слушай, а ты думаешь, что это проверенная информация насчет его репутации? Ну, мне прислали ссылку, по которой все видно, то есть там он просто входит в черный список. Наши враги нас делают умнее. Как ты переживаешь неудачи и что ты делаешь для того, чтобы не опускались руки? Ну, в первую очередь я ищу в себе, да, какие-то недостатки, почему так получилось и пытаюсь это исправить. Ты же занимаешься самокопанием. Да. И самобичеванием. Любимая русская забава. Точно забава. Был случай, когда мне за неделю до того, как нужно было показать вот продукт первый раз, мне сказали, что... А я не сделал. И все. А я-то сама не могу это сделать. И я понимаю, что я подвожу огромное количество людей в том числе и так далее. А что сделать? Ничего не сделать. Я просто включила музыку, потанцевала немножко, успокоилась и пошла, ну, как бы подумала, да, сразу, что можно и как сделать, исправить. И просто пошла дальше. В общем, господа, в любом случае танцуйте, что бы ни случилось, да? Да. Можно попеть, если никто не стесняется, если никто не слушает, да? Да. Можно поголосить в ванной, например. Да. Мне, кстати, вот хочется петь, и я на дочке, так сказать, отточила, что ли, это желание. Я пела ей колыбельный. За день накапливается какая-то не очень хорошая энергия, тоже бывает. А так перед сном попоешь тихонечко, и всем хорошо. Да. Ну, это хороший совет, между прочим. Можно, например, коту петь на ухо. Кстати, расскажи о своем коте. Он у тебя, по-моему, такой тип очень необычный. Мы взяли его с рук просто по объявлению у мужа на работе, общий чат рабочий, и сказали, что вот есть кот, на время могут его дать, на полгода примерно, пока выясняют, на что аллергия у ребенка в той семье. Коту на тот момент было три года. Мы его взяли, он мне сразу не понравился. Хорошее начало. Он просто кидался на ребенка, на сына, которому было три года, и он считал себя по статусу выше, чем вот наш ребенок. Те люди, которые нам его отдали, они не объявились. Я сохранила телефон, но они уже перестали отвечать. Может быть, в той семье ребенок, ну, так как он маленький, неправильно обращался с котом, и поэтому он стал злой. Скорее всего так, да? Да, и поэтому вот всех детей в возрасте трех лет он не любит. Вот. А сейчас с нами, ну, ему хорошо. Он уже у нас, ну, лет восемь точно, наверное, то есть ему где-то 10-11 лет этому коту. И мы любим друг друга. Нас тоже иногда воспитывает. Если дети вовремя спать не ложатся, он начинает их за ноги хватать, чтобы они скорее шли спать. Потому что, наверное, он сам хочет пойти спать, хочет тишины, и ему не хочется просто слушать уже эту всю возню. Ближайшие планы у вас какие, Алис? Сейчас нахожусь в поисках финансирования на следующую серию. И мне нужно создать НКО, чтобы иметь возможность принимать участие в грантовых конкурсах. Потому что до сих пор мне приходилось искать какую-то дружественную НКО, от имени которой подавать этот проект. Это очень неудобно. И однажды я тоже чуть не накалывалась с этим на всяких любителей легкой наживы. Плюс дочке почти 4 года. Она круто рисует. Она уже сама оживляет. И я понимаю, что вполне вероятно, и даже на 100%, мы с ней вдвоем, а может быть и всей семьей, можем сделать какой-нибудь фестивальный продукт для детских фестивалей. И надо над этим уже начать работать. То есть привлекать дочку уже к профессиональной деятельности. Олеся, все предели. Молодец. Даже кот, который укладывает всех вовремя спать. Олеся, спасибо большое, что ты была с нами. А теперь, пожалуйста, напоследок пожелай нам и зрителям что-нибудь хорошее. Мне кажется, нужно всегда мечтать. Могут быть маленькие шажочки к этой мечте. Это самая, мне кажется, необходимая вещь, чтобы был каждый день радостный. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова